простыми словами и красивыми кадрами о том что интересного происходит в нашем большом и стильном городе это beauty time на 31 всем здравствуйте фотографируют сегодня если не все то очень многие и достаточно большой процент людей увлеченных съемками на профессиональную камеру для кого-то это основной вид деятельности для кого-то дополнительный источник заработка но кто-то просто снимает для себя именно поэтому в программе beauty time мы решили сделать серию сюжетов посвященных тому как снимать красиво хорошо качественно и профессионально и сегодня наш первый репортаж из фотошколы все началось с увлечения еще в школе когда я решила что я буду фотографировать вообще фотография всегда была моей мечтой просто не придешь и просто не будешь щелкать фотографировать мне уже интереснее чем писать но решила что хочу освоить навыки фотограф оказывается и вот так вот можно это наш совместный проект фотошкола и в студии мы будем рассказывать как научиться искусству фотографии как снимать красиво хорошо и качественно своим опытом будут делиться настоящие мастера своего дела и пришла у меня такая идея в голову они открыт ли обучающий какой-то формат для того чтобы все люди и и мамы и подростки и школьники могли в принципе научиться красиво профессионально фотографировать я сейчас стараюсь учить людей так как я бы хотела чтобы учили меня очень люблю детей безумно хотя они очень такие динамичные да вроде непредсказуемые но в этом непредсказуемости их прелесть у меня появилась камера как раз таки достаточно давно и я снимала больше цветочки закаты там своих детишек то есть вот так ну для себя снимала природу первая встреча посвящена знакомству с профессиональной камерой в инструкциях фотоаппарату обычно подробно написано как включить ту или иную функцию а вот что это дает в кадре об этом лучше спросить у специалиста первые занятия у нас посвящены полностью камерам что такое камера что такое баланс белого что такое диафрамма как камера включается выключается что такое экспозиция то есть но вот это вот такие вещи без которых я думаю что невозможно фотографировать абсолютно невозможно управлять камерой в инструкции написано какая кнопка что дает но чтобы понять а что же это дает уже в кадре необходимо опять таки если самостоятельно то это пробовать крутить и и какую-то аналитическую работу в голове проводить это довольно сложно если ты совершенно новичок и допустим не занимался живописью вот с какими-то смежными науками непонятно то есть понятно что допустим режим автофокуса есть такой переключаем есть такой переключили но что это дает на практике как это для каких ситуаций это нужно в каких ситуациях это наоборот помешает здесь желательно чтобы кто-то объяснил кто уже на практике с этим сталкивался еще один практический совет начинающему фотографу совсем не обязательно покупать самую дорогую камеру на старте обучения подойдет модель попроще когда я решила что я буду фотографировать я конечно же купила сразу одну из дорогих камер купила дорогой объектив и думала на этом все закончится на этом буду я очень хорошо фотографировать у меня будут красивые кадры но нет это далеко не так и сейчас конечно я понимаю и когда звонят к нам люди и студенты как будущие наши студенты и задают вопрос какую камеру нам купить дату я уже из своего опыта им говорю о том что не обязательно покупать дорогую камеру дорогой объектив и приходить к нам учиться достаточно прийти вот с тем что у вас есть кстати если снимать на камеру с автоматическими настройками это будет мало чем отличаться от съемок на телефон именно поэтому важно шаг за шагом изучать все возможности фотоаппарата причем не только в теории но и на практике настроить отображение картинки вот и отпечатывание реальности именно в таком формате как вы хотите то есть не вот этот вот усредненный вид как телефон предлагает или какая-то вот программа заложенная в телефоне или даже на фотоаппарат же тоже можно снимать в автоматическом режиме тогда это почти тот же самый телефон у него заложены алгоритмы он все просчитал он вам выдал картинку но вы можете видеть по-другому и хотеть сделать кадр другой кроме настроек то что конкретно лежит внутри фотоаппарата есть еще понимание света понимание композиции это уже содержание кадра то есть не просто технический момент а это момент уже видение и построения кадра второе по важности в профессии фотографа это работа со светом вообще эта тема безгранична но начинать будем с азов о том как работать со светом расскажем в следующем выпуске нашего фото проекта ситуация с пандемией так или иначе сказывается на всех сферах нашей жизни если говорить о танцевальном спорте то здесь достаточно интересная история когда во время первого локдауна большинство европейских школа были закрыты наши спортсмены российские продолжали тренироваться и с тех пор как были возобновлены международные соревнования выяснилось что российские спортсмены вышли хорошо подготовленными об этом нам рассказала именитая танцовщица а ныне тренер мария дзапташвили которая приезжала на прошлой неделе в челябинск чтобы тренировать наших мы много знаем о вас из официальных источников вашу биографию и так далее а расскажите как все происходило именно вашими глазами как вы попали в танцевальный спорт как в нем развивались достигали успехов у меня просто не было другого пути нежели пойти танцевать родители у меня заслуженные артисты россии они балетные они всю жизнь танцевали и я выросла в общем-то в театре мы были такими детьми этого театра которые все время присутствуют на репетициях участвуют в разных спектаклях когда там задействованы маленькие дети а сестра у меня танцор международного класса прекрасный преподаватель она танцевал и и санкт-петербурге и в москве и в результате вернулась в омск и в общем-то родители наверное думали о том что на этом наша танцевальная династия закончится и всеми способами пытались чтобы я оказалась в каких-то других видах спорта я плавала и занималась теннисом искусством экибаны и так далее но видимо ну вот как-то меня тянуло и был какой-то турнир в омске когда приехала моя сестра я пришла посмотреть и ну просто влюбилась в этот вид спорта и поняла что я хочу танцевать у меня уже было такое достаточно сознательное желание танцевать потому что я как-то пробовала в детстве но в общем то что-то не пошло у меня с партнерами и так серьезно вот когда я вернулась мне уже было 11 лет это очень поздно для танцевального спорта вот и соответственно вот в 11 лет я приняла решение что я хочу танцевать не родители сказали ну коль ты хочешь танцевать будем делать это максимально серьезно танцевала в ратышских зарях моя сестра меня тренировала валерий валерьянович морозов также тренировал меня приезжали московские педагоги были показательные выступления виктора анатолича никовского и ларисы леонидные давыдовой в омске после чего папа их увидел и сказал говорит хочешь танцевать поедешь к ним вот и отправил меня в москву так сложилась моя карьера я уже оказалась в 13 лет в москве а когда в 11 лет начинаешь или продолжаешь после долгого перерыва как к достижениям вернуться ведь насколько я знаю что нужно пройти определенный путь определенные чтобы попадать вот из категории в категорию как у вас это все было вообще как мне всегда говорил мой тренер лариса леонидовна она все время говорила что у нас основная битва будет во взрослых это возрастная категория 19 и старше да все что происходит до этого это этапы да кто с какой скоростью этой этапы проходит зависит непосредственно от самого спортсмена если есть огромное желание ребенок понимает что он действительно этого хочет и готов проводить все время в зале то он соответственно эти этапы будет догонять достаточно быстро да поэтому мне кажется что при огромном желании да то нет никакого приговора есть танцоры которые начинают действительно очень поздно но при этом вот это желание и стремление приводит их к высоким результатам когда смотришь выступления бальных пар то у 90 если не у 100 процентов девушек женщин возникает одна единственная мысль боже мой как красиво ну и потом кто-то продолжает эту мысль надо отдать детишек в танцевальный спорт но потом начинается как вот я в одном из комментариев публикации после турнира прочитала вот мы это все не так представляли это первый в жизни наш турнир три пары на одном стуле переодеваются так вот что это за мир изнутри и на что можно рассчитывать когда туда попадаешь с чем предстоит столкнуться сейчас мне кажется создаются все условия для спортсменов есть врачи есть большие раздевалки всегда мне кажется что единственная проблема это конечно что у нас на 10 девчонок по статистике 9 ребят вот это но действительно проблема и мне кажется что в детском возрасте здесь в основном проблемы возникают в том что нужно договориться не только спортсменам но и родителям у них должны совпадать интересы у них должны идти вот общие цели до которым они вот движутся вместе и здесь большое количество тренеров спортсмены да и родители да то есть вот вот эта группа людей не должны договориться мне кажется вот это самое сложное сколько лично для вас в больных танцах спорта а сколько искусства и творчества спрашиваю потому что вы очень успешно выступали в шоу где конечно вот эта театральная драматическая составляющая она очень важно я будучи еще совсем молоденькой девушкой я училась в институте фотографическом и у нас была дипломная работа и уже тогда я писала дипломную работу на тему чем являются бальные танцы спортом или искусством здесь огромная доля вот этого творчества и поиска такого до себя своего танцевания своего лица быть не похожим ни на кого а нести непосредственно вот такое что-то уникальное что свойственно непосредственно для вас как для отдельного спортсмена для вашей пары поэтому мне кажется что здесь каждый для себя вот эту балансировку спорта и искусство находит свою я не могу сказать что то или другое хуже или лучше просто мы все разные у нас разные особенности тела у нас разное развитие у нас разные приоритеты жизненные поэтому каждый из нас делает выбор в своем направлении и выбирает вот этот вот нужный баланс двух составляющих но то что там присутствует и одно и другое это железобетонно однозначно да просто вот это вот процентовка у всех абсолютно разные как часто вы расстраивались если например выступили хорошо эмоционально красиво сами довольны своим выступлением но кто-то другой вас обошел и допустим медаль досталась не вам когда ты приходишь спорт это означает соревнования и весь тот путь который мы проходим все те бесконечные тренировки на которых мы постоянно мы живем в залах это все делается для того чтобы естественно выигрывать для того чтобы это нормально абсолютно это нормальная мотивация для любого спортсмена никто них не приходит спорта чтобы быть на последних местах но это такого не бывает каждый спортсмен который танцует он танцует для того чтобы выигрывать но когда ты уже выигрываешь и твоя карьера закончилась вот я уже через призму своего опыта танцевания и сейчас будучи педагогом я могу сказать что безусловно это приятно выигрывать и те кубки и медали эти титулы которые у тебя есть они безусловно греют твою душу но вспоминаешь ты совершенно нет вспоминаешь ты естественно тот путь то как ты все свое время проводил в зале то как ты шел к этому и это гораздо приятнее чем вот эта медаль хотя и медаль важно сложить владимир и мария сегодня они здесь рядышком с нами они сегодня показывали самый самый лучший свой танец вот говорят что больные танцы да в принципе все виды и спорта и искусства они с течением жизни тоже меняются да балет не похож на то что было там 30 50 100 лет назад больные танцы стали другими вот в чем это изменение и что сегодня требуется от танцора какие должны быть качества помимо профессиональных еще и личные для успеха а если посмотреть на ю тубе вообще танцы прошлых лет вот совсем как она начиналась она конечно изменилась вообще ну тотально то что происходит в нашем танцевании мы безусловно стараемся как мне кажется все равно чтить традиции тех лет мы стараемся развиваться по тем же принципам которым развивались по которым была написана книга бальных танцев но безусловно меняются скорости меняются физическая подготовка спортсменов усложняются очень сильно хореографии по все развивается и все двигается на ускорение на усложнение и ближе к спорту конечно что происходит в пандемии вот лично с вами с вашими учениками вообще в этом мире больных танцев потому что я насколько знаю вот первый локдаун очень болезненно сказался на многих танцоров кто-то даже пытался страну поменять чтобы находиться именно там где есть возможность танцевать и не быть оторванным от этого дела но вы знаете я так могу сказать что у нас конечно великая держава у нас огромная страна с самым большим количеством танцоров и мы конечно на первых местах вот поэтому когда случилась эта пандемия и границы закрылись больше всего пострадала европа потому что у них очень маленькое количество спортсменов и не имея возможности танцевать на турнирах многие закончили у нас при том что мы долгий период времени практически год мы не имели возможности выезжать ну турниры вот только сейчас начинают возобновляться но при этом у нас все турниры в нашей стране они с сентября мне кажется прошлого года возобновили турнирную спортивную деятельность поэтому пары соревновались внутри страны и поскольку уровень пар очень высокий они развивались и когда сейчас открываются границы и наши пары выезжают на международные соревнования суди говорят о том что мы конечно еще больше увеличивали вот этот вот разрыв потому что но спасибо спортсменам что их много что они любят наше дело и что они тренируются несмотря ни на какие запреты и сложности вы смотрите beauty time программу о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск здесь в этом помещении вот все состоит из совпадений в июле я родилась идея сделать фотопроект но не простой 15 прекрасных женщин волны которые должны разойтись вот уже вот по городу мы с вами в доме общественного собрания это новое место хорошо отреставрированное старое сегодня здесь открывается фото выставка я женщина а вот эта площадка должна должна стать таким местом который соберет творческую элиту она появилась то после того как я прочитал книгу загорского об этом месте вот и что здесь было общественное собрание мы начали собирать материалы и нашли все про общественное собрание вплоть до устава и так получилось что в этом году общественному собранию города челябинска 150 лет 50 лет собрание работала 100 перерыв и вот сейчас мы возобновили эту работу и 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 Фотопроект, но не простой, такой какой-то местечковый, да, а фотопроект с размещением женщин в историческом музее. Владимир Иванович Богдановский поддержал эту идею, познакомил меня с прекрасным фотохудожником Анжелой Шефер, и работа закипела. Работа проведена была глобально и очень скрупулезно. Это было очень ответственно, очень серьезно, потому что, когда я первый раз, я их увидела на самом деле на фотографиях. Такой спортивной одежде, я их разложила перед собой, 15 прекрасных женщин. Меня вдохновили эти женщины настолько, что все пошло, как-то все потекло, сначала ручейком, наверное, потом какой-то рекой, которая захватила меня, этих женщин. То есть какая-то отдача, какая-то энергетика невероятная, какие они волшебные, какие они роскошные и многогранные. Мы попробовали женщину переместить буквально на два века назад и посмотреть, насколько ее генетическая память сработает и насколько она с наших фотографий сможет посмотреть тем взглядом женщины 19 века. Мы отобрали группу женщин, которые два с половиной месяца у нас учились. Учились стилю, моде, позированию, технике шага. И затем в течение месяца Анжела снимала женщин. И женщин 21 века погружала в интерьер 19 века. Ну и даже в средневековье некоторые попали. И сегодня работы готовы. Музея вот такое открытие, выставки. Выставка будет жить дальше. Она станет собственностью музея, конечно. Я думаю, что каждый из Челябинска может прийти полюбоваться, на этих женщин вдохновиться и начать менять что-то в своей жизни. И таким образом мы сделаем Челябинск более привлекательным, красивым и счастливым. В новые технологии нам позволяют вписать женщину, куда мы хотим, куда мы придумали. Но это все-таки работа такая творческая в то же время. И когда ты уже практически сделал, как тебе кажется, шедевр. И проходит, допустим, мимо физик. И говорит Анжела, тень от вот этого мизинца падает не вот сюда, а на один градус левее. И ты понимаешь, что придет другой специалист, который, например, скажет, что вот этот блик в глазах, он не от этого хрусталика, а вот от того, например. И это было очень ответственно, очень серьезно. Выход на подиум участниц фотопроекта предварили показы ювелирных украшений и модных коллекций современных российских дизайнеров. Кстати, зрителей пришло намного больше, чем планировали организаторы. И после официальной части гости еще долго изучали все детали портретов. Разные коллективы, там, показы, значит, живая музыка. Вот это все, конечно, наполнено вот так, как я хотел, так, как я думал, да. Вот я это все увидел и немного даже лучше. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Зимой в моде будет мех. Это было актуально и сто лет назад, и в ближайшие лет сто вряд ли что-то изменится. Но это не значит, что носить мы будем одно и то же. Меняется наша жизнь, меняются запросы, меняются цвета и силуэты. И привычные нам фактуры в каждый сезон подаются по-новому. Тенденция последних лет такова. На смену роскоши приходит практичность и креатив. Что же до сезона осень-зима 21-22, дизайнеры предлагают мех в деталях и отделке. Воротники, карманы, сумки. Виды меха самые разные. Ворсистые, гладкие, искусственные и натуральные. А вот три идеи от дизайнеров модного дома «Я». Капор из соболя, снот из рекса и съемный воротник из норки. Область применения съемных меховых деталей – пальто, парки, пуховики, жилеты. А если кратко, то что захотите и с чем угодно. Вы смотрите Beauty Time. Программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В молодом возрасте макияж – это эксперименты с цветами и текстурами, способ самовыражения и исследования возможностей своей внешности. С годами смысл макияжа меняется. И уже ближе к элегантному возрасту задача декоративной косметики – подчеркивать статус, создавать ухоженность и отматывать счетчик своих лет назад. Для дам элегантного возраста я бы все-таки порекомендовала, первое, это обратить внимание на брови, сделать акцентные брови или хотя бы сходить к бровисту, чтобы подобрали форму и уже потихонечку этой формы придерживаться. Второе, не бояться цветных подводок, цветных тушей, только цвет не в чистом виде, не ярко-синий, а приглушенные оттенки – темно-синий, темно-бордовый – будут подчеркивать и радужку глаза, и глаз будет смотреться ярче. Хочу обратить внимание на контур губ, потому что с возрастом контур губ уже становится не такой четкий, и когда дама подчеркивает именно карандашиком, очень красиво смотрится, губы приобретают форму. И румяна, румяна, и может быть даже не обязательно использовать на самом деле тон, это может быть минеральная пудра, которая создаст эффект просто глянцевой кожи, ровной, при этом она не будет заваливаться в морщинки, что всегда всех беспокоит. Как известно, с годами все природные краски бледнеют. Не такими яркими кажутся глаза, не столь четким контур губ, но вся тонкость антивозрастного макияжа заключается в том, что он должен быть контрастным, но при этом мягким. Личное восприятие своей внешности – это индивидуально, но если как визажист рассматривать, если ко мне обращаются, я, конечно, не советую использовать сильно графичные линии в макияже, то есть это жесткие обводки глаз, подчеркивание нижней линии века жестким карандашом, то есть это создает немножко такую графику и может даже где-то подчеркивать морщинки, добавлять возраста, то есть больше мягких линий, или если стрелочка, то достаточно такая тоненькая. И не бояться добавлять цвета в ресничный контур, можно использовать цветную тушь и стараться не делать сильно жесткие графичные брови. В элегантном возрасте модная жизнь только начинается. Вот, например, иконе стиля Айрис Айпфель недавно исполнилось 100 лет, а в 90 она стала лицом косметического бренда Мак. Вот нам, девочки, и источник вдохновения, яркий пример оптимизма и индивидуального стиля. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Познакомиться ближе с героями наших выпусков вы можете на страницах в соцсетях, а также на нашем YouTube-канале Beauty Time. Всегда рады вашим лайкам и комментариям. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры подогнал «Симон»